Опа! ДТП, видимо. Не могу вот эти, интересно. И такие эмоциональные, кричат, разбираются. Интересно, хоть до полиции дойдет или нет. В розовом девчонка, походу, водитель этой Мазды. У нее гомонится, всему гроза от расправы. Так, ребята собрали уже немало публики. Пришли посмотреть, в чем дело. Я не пойму, тут и грузовичок причастен, и Мазда, и таксист, и вот этот водила черного марса, которого приехали. Но забавно, забавно. Служит для закона, чем сейчас поможет. Он не идет. Служит для закона, как и мудрый марс? Сейчас плетя объясняет Мазды, то есть водителю Мазды, видимо этой девочке в розовом. Что она нарушила, потому что начала перестраиваться на перекрестке. Она делает виноватый вид. Я уже понял, что таксист не причастен, не знаю, вышел просто покричать. Все, вот еще динюга монный. Так, до драки дойдет, ребята, хватит орать. Драка, драка, покажите мне кунг-фу. В итоге я ничего не понял, полицаи уехали, все разъезжаются, никаких штрафов, никаких протоколов, я ничего не понял, они решили просто поорать на улице и все, где кунг-фу. Я реально ничего не понял, что это было на перекрестке. Я думал, там ДТП какое-то, куча людей, разбирательство, я думал, сейчас мафия понаедет, ты знаешь, что мой муж. А ничего, приехал полицаи и объяснил этой в красном, что она немножко нарушила и что она виновата. В итоге, возможно, я не знаю, это мои догадки, они решили разъехаться просто так, потому что, наверное, она все-таки нарушила, а не водитель грузовичка остановился на перекрестке. Вот, но они просто взяли и разъехались, капец. Но собрали изрядно публики, все стояли, тоже смотрели, никуда не торопились. Как-то, в общем-то, не знаю, участвовали, что ли, в этом всем. Гляньте, какое здание тут у меня. Вау! Немножко еще расскажу о программе «Золотой щит». В Китае они не могут не сигналить, вы знаете. В Китае, значит, есть такая фишка, как запрет. Собственно, руководство и правительство страны запрещает китайцам, всем узкоглазикам бедненьким, миллиардов и четыреста миллионов, смотреть и посещать иностранные сайты. Наверное, и наверняка это сделано для того, чтобы они не знали, как там хорошо или плохо, чтобы они знали только, что происходит в Китае. В общем, таким образом, как это работает на практике. Приезжаешь в Китай, пытаешься зайти на свою страничку в Фейсбуке, в Дропбоксе, в Ютубе, в Инстаграме, даже проверить почту Gmail, и у тебя ничего не получается. Ничего. Оно грузит, 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 грузит и нихера не загружает. Причем оно не отображает, что это программа «Золотой щит» или так далее. Просто страница не открывается. Для этого, конечно, есть обходной путь, называется VPN. Его можно скачать на iPhone бесплатно. Беттернет, программа называется «Беттернет». Я ее скачал еще в Украине. Вот. Так, где здание, чтобы было красиво все. Ой, блин, за деревом. Проверил ее в Украине. Оно мне отображало, да, VPN, как будто бы я нахожусь в Америке. Он сам находился в Украине, в Киеве. В общем-то, работало. Здесь же этот VPN работает раз через раз. Его приходится постоянно переподключать. И скорость, ну, просто убогая скорость интернета. То есть, видео как в YouTube, так и в Facebook загружается на 5 секунд. А дальше ни черта. Поэтому я решил купить VPN. Будет платный VPN. Три месяца за 30 долларов. Но я надеюсь, что будет хоть результат получше. И хочу выкладывать видео на YouTube. Снова прелесть iPhone. Закончилось место на iPhone. Так вот, чтобы выгружать видео на YouTube. В общем, и прочие ресурсы. Стоит VPN платный 30 долларов на три месяца. Когда он будет, я еще не знаю. Чуваку я денег заплатил там нашему в парке. Когда подключит, тогда подключит. Вот. Так что знайте, что с интернетом тут беда. И не совсем все просто так выкладывать, куда хотелось бы. Вот так. Так, во-первых. Во-первых, я потерялся. Ну, то есть я не потерялся. Я пришел к тому месту, откуда... Ну, куда я, точнее, приехал. Но я не смог найти там обратную станцию. То есть я прихожу на автобусную станцию. А там нет моего автобуса с моим номером. Я начинаю ходить на первую, на вторую, на третью станцию. Нет ничего. Подхожу на перекресток. И просто у первого попавшегося молодого парня спросил, говорит ли он по-английски. Он ответил, что говорит. И, слава богу, там на китайских своих картах там, в общем-то, нашел, куда мне идти. Даже, в общем-то, прошелся со мной 200 метров до улицы и сказал, вот здесь идешь прямо и найдешь свою станцию. В общем-то, сказочно повезло мне с этим пацаном. Вот. В общем-то, подходит к концу уже мой рассказ о Нинбо, о центре Нинбо, потому что холодно и время ехать домой. Мы там договорились с одним пареньком украинским съездить в метро. То есть такой тоже гипермаркет, как у нас. За продуктами. Ну что, расскажу о том, как прошел мой выходной. Проснулся я в этой ужасной холодной квартире и выбрался в центр. Вы все видели. Походил, побродил, познакомился с городом. Интересно. Холодно, и поэтому сейчас, наверное, больше не буду до выезжать. Разве что, если с кем-то, если что-то что-то покажет интересное. А так, выезжать туда пока без денег, потому что зарплату еще не выдавали. Но нет смысла. Хочется шипошопиться, а что-то купить и в кафешке зайти, и то и все. Вот. Но может, 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 еще выберемся на следующей неделе. Сейчас иду домой. Надеюсь, подбираю паренька. Надеюсь, он еще не уехал без меня в метро, потому что я опоздал уже минут на двадцать. Подбираю его и идем в метро за продуктами. Ибо в столовках кормят не очень, и будем питаться самостоятельно. История, если что-то не рассказал или показал не так, как хотелось бы, вы пишите в комментарии там под видео, чего вы хотели бы там увидеть, услышать, чтобы я снял, рассказал, поприкалывался. По поводу квартиры, где живу, сниму чуточку попозже там. Хоть какой-то порядочек на виду, а то с приезда все так еще вещи разбросаны, все подряд разбросано. Порядок сделаю, видео сделаю, про столовую тоже там попробую отдельно или отчетик написать, или тоже видео снять. Так что пишите пожелания.